Самое сложное было, наверное, на первом этапе, когда здесь строители зашли, и здесь просто был пустырь, то есть, ну, заброшенное место. Это новая страница в жизни парка. Теперь без закладок. Сегодня юбилейный, как и много лет назад, притягивает жителей города. Недавно в парке по всему периметру обустроили велосипедную и беговую дорожки. А буквально на днях здесь появилась велопарковка. Мы выбрали в этом месте поставить велопарковку, потому что точка притяжения у нас, одна из точек притяжения, находящаяся возле главной сцены, в центре парка. То есть, ну, удобно, место расположения, можно приехать, поставить велосипед и идти на мероприятие, к примеру, или на субботник. Сегодня общественники подводят итоги второго этапа благоустройства парка. Сделано многое. В этом году здесь высадили порядка 250 деревьев – березы, липы, черемуху. Недавно со стороны Гущина появились хвойные. Кстати, барнаульцев часто интересует вопрос – зачем высаживать деревья в «и так зеленом парке»? В социальных сетях очень часто об этом и говорят. Ну, то есть, это парк «и так с деревьями», зачем сюда еще садить? Ну, все просто. Дополнительные дорожки, когда прокладывались, ну, либо даже старые обновлялись, очень много деревьев было, ну, где-то задействовано. Где-то, конечно, можно было в обход сделать, а где-то пришлось чисто технически что-то убрать. И, соответственно, это, скажем, компенсационный фонд. Совсем скоро решится одна из главных проблем парка. В нем, наконец-то, появится туалет. Пока единственный на весь парк. Каждый раз в кустике бегать. У нас уже цивилизация. Вот, поэтому в этом году должен появиться модульный туалет. Разделали площадку, коммуникации подвели. И вот должны уже скоро поставить сам модуль. Напомним, что впереди юбилейный ждет еще два этапа благоустройства. Зафиналить работы должны к 2025 году. В следующем году здесь построят спортивные площадки. Вело-экстрим парк обустроят место для выгула собак. Это лишь часть работ. Что печально, парк пока живет без управляющего. Если его и не будет так дальше, то все, что здесь делается, это будет на смарку. Потому что любая среда, за которой не ухаживают, она со временем деградирует, начинает разрушаться. Нужен хозяин. Да, нужен хозяин. Ну, а в перспективе есть уже мысли, когда будет назначен управляющий? Ну, хотя бы вот пример. Я думаю, в ближайшее время, потому что потрачены огромные деньги. Плюс это федеральное финансирование. Надеюсь, что в ближайшее время он найдется. Кстати, 6 и 7 октября в 13.00 в юбилейном пройдет субботник. За лето на территории накопилось много мусора. По словам организаторов, в субботнике объединяют до 500 человек. Присоединиться может каждый. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.